Доброе утро, Артур. Доброе утро, Артур. Доброе утро. И тема следующая. Режан призывают голосовать за новые проекты развития районов. И вот, собственно, об этом хотелось бы вас расспросить. Год назад уже это было, и различные проекты различной сложности, и на разные суммы от нескольких тысяч до нескольких сотен тысяч евро. Это касалось и центра города, и окрестности и так далее. В этот раз какие проекты, где их искать, как правильно голосовать, рассказывайте скорее. Доброе утро всем, спасибо большое. Да, в этом году, так же, как и в прошлом и в позапрошлом, осуществляется программа, так называемая Leads the Leaves Budgets. Программа, в которой жители имеют возможность заявить тот или иной проект, ту или иную идею для реализации в городе. И если большинством голосов жителей эта идея поддерживается, то самоуправление берет эту идею к реализации, ну и, соответственно, реализует ее. В этом году, скажем так, в отличие от прошлого года, проекты заявляются до 50 тысяч. В прошлом году сумма была выше, до 100 тысяч, поэтому проекты были, ну скажем так, побольше, если можно так выразиться. То в этом году это до 50 тысяч, но учитывая, что бюджет в этом году 500 тысяч на все вместе проекты, поэтому стоит ожидать, что в этом году мы к реализации получим от 10 до 12 проектов примерно. Со всеми проектами, которые на сегодняшний день находятся на голосовании у жителей, можно ознакомиться на сайте balsua.riga.lv. Там указаны все проекты, и каждый проект можно прочитать отдельно, на каждом проекте есть своя визуализация, есть место на карте, где он предполагается, может быть, если за него проголосуют, ну и, соответственно, сколько он обойдется городу. Ну да, я сейчас в данный момент нахожусь как раз на этом сайте balsua.riga.lv разделы проекты, и вот здесь подряд их ровно 12. И, среди прочего, первый прямо такая прогулочная, ну, выложенная из досок променад на пляже в Эцеке. В Агинскалнсе предлагается бетонный бассейн, как скейт-парк, какой-то там спортивный парк в Аварит в Плявниках. Очень забавно предлагается тоже для голосования, такой, как Голливуд, стоят вот там на холме знаменитым буквы, точно так же предлагается поставить на въезде в Балдыраю надпись «Балдырая». Вот так вот, за, ну, кстати, относительно небольшие деньги, 4,5 тысячи всего за это хотят. Артур, какова процедура? Любому рижанину, не рижанину, там, условно, с пропиской, не с пропиской, можно голосовать абсолютно за все эти проекты. Сколько голосов нужно собрать, и что дальше будет? Куда эти результаты пойдут? Какова процедура? Да. Голосование проходит прямо сейчас, с 1 октября до 31 октября, то есть весь октябрь есть возможность голосовать, и голосовать можно двумя способами. Первый – это каждый это может сделать из дома при помощи интернета и интернет-банка, то есть на этом же сайте balsu.riga.lv, выбрав любой проект, который понравился, можно же на нем и проголосовать. Рядом с каждым проектом есть кнопка «Голосовать», «Балсот», и, выполнив несложные действия, можно отдать свой голос за один проект. Хочу отметить, да, что один житель имеет право отдать голос за один проект. К сожалению, нельзя голосовать за несколько, только за один. Если по какой-то причине такой возможности нету, то проголосовать можно в любом из пяти центров АПКМЕЗВТАЦЕНТРИ. Однако нужно помнить, что с сегодняшнего дня у нас действует чрезвычайная ситуация, и поэтому для того, чтобы прийти на прием, можно только по записи, конечно, и нужно соответствовать тем требованиям, которые на сегодняшний день выдвигает нам правительство в связи с чрезвычайной ситуацией. Но, однако, такая возможность тоже существует. Если вдруг нету интернет-банка, это, по сути, основное, что нужно для того, чтобы удаленно проголосовать на сайте, то тогда такая возможность есть, придя в любой из пяти центров АПКМЕЗВТАЦЕНТРИ. Ну, хорошо, это долгая такая процедура записаться, прийти, проголосовать, или лучше, у кого есть подключение через Латвию ЛВ, идентифицироваться и проголосовать. Что дальше? Все 12 проектов будут реализованы или там какие-то супер будут финалисты? Нет, прямо сейчас можно посмотреть, если бы сегодня закончилось голосование, как раз вот там произведена такая красная черта, мы их называем. И вот все проекты, которые выше, они уходят в каждую свою ответственную структуру, и ответственная структура Рижской Думы начинает реализовывать проект. То есть начинает действие для того, чтобы конкретная идея была реализована в нашем городе. Заказывает строительную документацию, если такая нужна, объявляет публичную закупку и так далее, и так далее. И таким образом мы придем к реализации этих проектов, которые существуют. Но сейчас черта как раз под 12, то есть они все будут реализованы? Да, именно так. Все, кто выше, на сегодняшний день это 12. Если бы сегодня закончилось голосование, то тогда эти 12 идей были бы приняты к разработке. Артур, а будет ли какая-то очередность? Ну, условно, там больше голосов за какой проект отдали, тот реализуется первым? Или такой логики не будет? Нет, такого нету. Все проекты реализуются, ну скажем так, параллельно, потому что к каждому проекту прикреплена своя ответственная инстанция. Если, например, мы говорим про идею создания собачьей площадки, то по всей вероятности эта идея уйдет в Майкл-Видс-Департамент, департамент жилья и среды. Если мы говорим про бетонный бассейн, скейт-бассейн, если можно так правильно сказать, в Агинскалсе, то по всей вероятности это уйдет в департамент сообщения, потому что эта постройка находится в красных линиях. То есть у каждого проекта есть своя ответственная инстанция, и когда эта ответственная инстанция получает этот проект к разработке, к реализации, она начинает действие для того, чтобы жители его увидели. Вот такой вопрос, может быть, он в какой-то степени, не знаю, философский. Вы, наверное, тоже один из таких работников Вечерской Думы, который наиболее близок к рижанам за счет этих АПКМС Бредрибас. Нет такого у вас все-таки ощущения или такой опасности, что фактически вы становитесь заложником вот этой группы лоббистов. Я ничего плохого не хочу сказать, но всегда же есть люди более активные и менее активные. И в результате вот эти реальные проблемы подменяются просто активностью вот этой группы. Есть, например, какая-то группа активистов, 5-10 человек обычно, которые настолько настойчивы, что они своего добиваются в итоге, потому что они видны, они активно работают, и это не всегда идет во благо большинству. Вот такой яркий пример, который мы сейчас наблюдаем. Ничего не хочу сказать плохого по поводу велосипедистов, но есть у нас очень активная группа вот этих активистов, которая, ну, фактически, как это повежливо сказать, насаждает эти велодорожки, при том даже там, где они не нужны ни велосипедистам, ни тем более другим участникам общественного транспорта. Вот самый яркий пример, где сейчас зарисовывается это все, улица Дунтес. Ну, вот к примеру. Я понимаю, что не вы за это ответственны, но нет такого ощущения, что это очень хорошо, что люди активны, но не всегда вот они отражают интересы большинства рижан или даже жителей вот этого околотка или окрестности, называйте, как хотите. Ну, хочу с вами согласиться в том, что это вопрос действительно риторический, и можно в части согласиться с этим тезисом, что если дать всем возможность высказываться, то всегда будут люди, которые будут, скажем так, говорить более настойчивее, чем остальные. Конечно, такой риск есть, но сравнивая, каким образом проходил конкретно вот этот конкурс в этом году и каким образом он проходил в прошлом году, хочется отметить то, что в этом году первый раз была дана возможность заявлять идеи проектов любому жителю. Если в прошлом году эти идеи могли заявлять только общество по развитию города Риги, бедрибос, который создан у нас в городе, то в этом году эти идеи могли заявлять и простые жители. По сути, любой человек, начиная с 16 лет. И разделение заявленных идей, оно примерно одинаковое. То есть, примерно половину подали общество, и примерно половину подали простые люди. Без общества. То есть, лично. Индивидуальные, да. Индивидуальные. Например, спорта парк Славарита, тот, который третий сейчас, эту идею подал человек, житель нашего города, с идеей преобразовать, приукрасить, если я не ошибаюсь, парк, не парк, а лес в Межапарке, в Битерне, кумяш. Ну, шплягоденький, да. Молодец он, да. Молодец. И с этой точки зрения, такая настойчивая деятельность со стороны обществ, она разбавляется возможностью простому жителю в индивидуальном порядке, по сути, встать в один ряд вместе с ними. Таким образом, ну, скажем так, немножко разбавив... И равновесив эту ситуацию, да. А что касается следующего года, какая возможность будет? Ну, кто-то, может быть, не знал, упустил возможность, не успел подать документы. В следующем году подобный конкурс продолжится? В следующем году, безусловно, такой конкурс будет. В Риге он будет обязательно. И вместе с этим хочется отметить, что на данный момент всеми рассматривается законопроект о новом законе о самоуправлениях, где проведение такого конкурса будет закреплено на законодательном уровне. Что значит, в каждом городе нашей страны такой конкурс должен будет проводиться. То есть, процедура, в рамках которой жители будут решать, каким образом будут реализовываться идеи в родном городе. Огромное спасибо, Артур, за разъяснение. Напомним еще раз, на портале balsu.riga.lv есть список проектов. Можно проголосовать. Они будут реализованы. Все 12 вот эти уже финалисты различного рода проектов. Действительно, облагораживание территории. Вот эти вот сумасшедшие, в хорошем смысле, конечно же, буквы с надписью «Балдырая» на въезде в район Балдырая. 500 тысяч муниципальных денег будут на это потрачены. Так что смело можно идти, голосовать и голосовать очно, голосовать через портал «Латвия.ЛВ». Ну, а в следующем году, если у кого-то появятся эти идеи, можно будет подать и свою на подобный конкурс. Еще раз благодарим главу отдела развития окрестностей Артура Пошера за подробности. Хорошего дня, всего доброго. И на связи, как только объявляется новый конкурс, вы давайте знать. Мы о нем с удовольствием расскажем нашим слушателям и читателям портала «Микс Ньюс ЛВ». Радио Болтком